Рыбная ловля во всю идет на Тагильском пруду. В ожидании улова рыбаки сидят у лунок сутками. Несчастных случаев с любителями порыбачить, по данным инспекторов службы по маломерным судам, в Тагиле нет. Толщина льда на пруду около 30 сантиметров и выдержать может автомобиль. Сегодня в ГИМС прошла областная проверка. Подробности у Альбина Сокозлаускаса. Сезон зимней рыбалки в Тагиле уже давно открыт. И тут и там на пруду улунок на маленьких стульчиках сидят рыбаки. Кто-то приходит на пруд исключительно днем, а заядлые рыбаки не расстаются с удочками даже ночью. Берут с собой палатки, теплые спальники и автономное отопление. С этими аппаратами, говорят инспекторы, чаще всего и случаются неприятности. С рыбаками мы просто проводим профилактическую беседу, выдаем памятки о правилах поведения в период подлёдной рыбалки. Допустим, чтобы не было гибели в палатках, потому что зимой холодно, тоже есть грелки газовые. То есть нагревает, бывает уже в случае этого угара. Сейчас толщина чистого льда на Тагильском пруду около 30 сантиметров. Такой слой, говорят инспекторы, может выдержать автомобиль. Однако не следует рассекать на железном коне по льду. Лучше дождаться лета и приобрести плавательное средство. В Нижнем Тагиле сегодня зарегистрировано 3,5 тысячи маломерных судов, моторных лодок, катамаранов и байдарок. Именно сейчас идёт активная подготовка лодок к сезону. Люди покупают суда, двигатели и регистрируют их. Сегодня в Тагильское отделение госинспекции по маломерным судам приехали проверяющие из области. Документы, отчёты, всё досконально изучается. То есть это всё должно быть полностью обозначено и разрисовано. Карты и схемы водных объектов проверяют и сверяют с местностью. Несмотря на то, что открытие купального сезона ещё не скоро, подготовка ведётся загодя. Кроме того, в крещении безопасность желающих окунуться в прорубь будут обеспечивать именно инспекторы службы по маломерным судам. Альбина Сказлаускас, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. Виновников железнодорожной аварии будут судить. Напомним, 21 сентября на станции Смычка сошлись рельсов 6 вагонов и тепловоз. Погибших и пострадавших нет. По факту ЧП сотрудники следственного отдела возбудили уголовное дело по статье 263. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Расследование этого дела шло два месяца. Авария произошла при движении маневрового состава, говорят в следственном отделе. Когда состав стоял на горке, перед красным сигналом светофора, машинисты и его помощник решили отдохнуть и заглушили двигатель локомотива. Ими не были приняты надлежащие меры по затормаживанию состава. То есть они не положили расчетное количество башмаков, которые необходимо было положить 11, они положили всего два башмака. Кроме того, они дали команду начальнику хозяйственного поезда, который был в составе, о том, чтобы были приведены в действие ручные тормоза каждого из вагонов. То есть данные бездействия привели к тому, что они уснули на рабочем месте и помощники машинист. А вследствие того, что двигатель не работал, то есть компрессор также не работал, локомотива, естественное истощение тормозной магистрали произошло. И через два с половиной часа примерно локомотив, то есть весь состав, пришел в движение. В результате инцидента повреждено два стрелочных перевода, одна опора контактной сети и 75 метров железнодорожного пути. Ущерб руководства РЖД оценило в 3 миллиона 400 тысяч рублей. В день ЧП машинисты и его помощник были уволены. Свою вину они признали полностью. Им грозит лишение свободы на срок до двух лет, без права занимать определенные должности и штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Сейчас дело передано в суд. Публичные слушания по проекту бюджета на 2012 год прошли сегодня в здании общественно-политического центра. При формировании проекта главного финансового документа города был учтен ряд основных особенностей и факторов, повлиявших на установление основных характеристик бюджета. Это прежде всего недостаток доходных источников, закрепленных законодательством за муниципалитетами. Реальный дефицит средств составляет более 100%. Наличие муниципального долга по кредитам в размере 608 миллионов рублей. Наличие просроченной комитетской задолженности по состоянию 1 ноября 2011 года в размере 224 миллионов рублей. В том числе по судебным искам в размере 179 миллионов. При сформировавшейся доходной части бюджета в сумме 5,5 миллиардов рублей мы видим, что средств едва хватает на 100% заработной оплаты бюджетников. Итоги по всем главным распорядителям. Расходы на содержание муниципального имущества предусмотрены на критически низком уровне. Мы продолжаем провоцировать поборы в школах, детских садах, руководители которых вынуждены обращаться к родителям, своих воспитанникам за помощью, чтобы оплатить минимально необходимое. При формировании бюджета на 2012 год учтен основной приоритет – сохранение социальной направленности бюджета. Плановые показатели 2012-2014 годов должны обеспечить финансирование социально значимых расходов в полном объеме, адресное решение социальных проблем, касающихся отдельных категорий граждан, выполнение всех принятых социальных обязательств. На публичные слушания сегодня пришли более 360 тагильчан. Порядка 45 тагильчан обследовано на грипп. Результат отрицательный. Сегодня прививками против гриппа охвачено более 147 тысяч горожан. Это практически 39% населения Нижнего Тагила. Хорошие показатели создания иммунной прослойки, говорят специалисты, позволят избежать эпидемии гриппа в ближайшие зимние месяцы. За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ в Нижнем Тагиле выросла на 12% по сравнению с предыдущим периодом. Болеют в основном дети в возрасте до 14 лет. Несмотря на это, педиомагическая ситуация в городе, говорят специалисты, стабильная. Спасибо доктору! Тагильчане пациенты травматологии Демидовской больницы вступились за врачей. В ноябре Владимиру Нечаеву врач-травматолог сделал операцию. Мужчина быстро поправился и работой медиков остался доволен. Недовольство у пациента вызвало состояние помещения, где трудятся тагильские врачи. Подробности в сюжете. Без костылей Владимир Нечаев сейчас не обходится. Полмесяца назад упал и сломал шейку бедра. Травма, говорит, серьезная, но на поправку идет быстро. Своему скорейшему исцелению мужчина благодарен тагильским врачам. Раньше вот с этими переломами по полгода люди ходили в гипсе. Сейчас мне вообще гипс не одевали. Сделали операцию, поставили. Слышал, какими-то там ключами металлические. Сейчас, видимо, новая технология. Так что скрепили. Я буквально через полторы недели уже там на костылях скакал. В больнице Владимир Нечаев пробыл 15 дней. Во время лечения наблюдал за работой медиков. Их заботой остался доволен. Но один только минус, говорит мужчина. Талантливые тагильские врачи вынуждены работать в тяжелых условиях. Обслуживающийся персонал больницы делает все, что возможно, как говорится. Но с их оборудованием, которое у них там стоит, и убогий вид этих палат, там даже здоровый человек может заболеть, собственно, глядя на это, на все. Травматологическое отделение построили в конце 40-х. Ремонта здесь не было с 1982 года. Потолоки стены больницы держатся на честном слове и энтузиазме медиков. Часть строительных материалов зав. отделением покупает на собственные деньги. Часть – спонсорская помощь от Тагилэнергосетей и ВГОКа. В этом году Демидовская больница перешла в областную собственность. И медики надеются, что в скором времени здесь произойдут положительные перемены. Говорят, надежда умирает последняя. Всегда, конечно, надежды есть, но, вероятно, формировается новая дума. Возможно, какие-то изменения могут и быть. То есть, какие-то дополнительные финансированные на хозяйственные работы, вот, чтобы хотя бы наше здание выглядело как-то презентабельно, чтобы люди сюда приходили, не смотрели на эти обшарпанные стены, вот, а смотрели как на приличное учреждение, в котором можно получить приличную, квалифицированную медицинскую помощь. А помощь, говорят пациенты больницы, действительно квалифицированная. И что самое немаловажное – доброе человеческое отношение к людям. Они работают за гроши, собственно, делают все необходимое. Людей поднимают, буквально склеивают, вот эти кости нам склеивают. И возвращают людей снова к жизни, как говорится. У меня, значит, первый, конечно, был шок, когда он, значит, упал. Я думаю, все, жизнь остановилась. Я вообще кости не могу даже сейчас. Вот, но потом, когда я пришла туда, вот вышел врач, вот, Дмитрий Игоревич Карлов. И он, значит, мне вселил такую надежду, я это сам думаю, ну, значит, можно это самое дальше жить. Сказал, мы все сделаем, вот это вот надо сделать, вот так вот, так вот, не расстраивайтесь, все будет хорошо. Врач-ортопед Дмитрий Карлов, спаситель Владимира Нечаева, в отделении травматологии работает 4 года. Окончил Пермскую медакадемию, год стажировался в Германии. Слышать от пациентов слова благодарности, рассказывает, приходится довольно часто. Но редко кто решается рассказать об этом на телевидении. Врачей сейчас больше принято ругать, чем хвалить. Принято подавать в суд, писать жалобы. Никто не интересуется, в каких условиях врачи работают. Но есть люди, которые приходят, смотрят реально, в каких условиях приходится оказывать квалифицированную медицинскую помощь. И некоторые хвалят, ну, приятно. Что есть счастье и как его достичь? Преподавателям тагильских школ презентовали ряд книг, из которых современные школьники подчеркнут знания о традициях православной культуры, единстве семьи и духовном богатстве. Вопросы нравственности обсуждали сегодня на педагогической конференции в городском дворце творчества юных. Озвучиваются проблемы воспитания нравственности, семейного воспитания, ну и, конечно же, проблемы, скажем, пробного курса ОРКСР, то есть основы религиозной культуры и светской этики. Курс нравственных основ семейной жизни будет считаться в 10-11 классах. На нем школьники найдут исчерпывающую информацию по вопросам личности и подготовке к семейной жизни. Учиться будут и преподаватели. Им в помощь подготовлены методички и хрестоматийные учебники о православной культуре. 20 лет исполнилось отделу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Накануне сотрудникам вручили грамоты и поблагодарили за отличную службу. Сотрудники нашего подразделения имеют достаточно широкий опыт работы по работе в сфере незаконного оборота наркотиков. Так как в свое время каждый из сотрудников начиналось с малого, начиналось с низов. То с ППС, то с ГАИ, то сразу приходил в уголовный розыск после школы милиции. За 20 лет работы пройдено много, говорит Евгений Васильев. В частности, до реформы МВД отделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков находилось под ведомством УВД. Теперь оно переведено в Главное управление. Что же касается работы, то каждый изъятый грамм наркотических средств для сотрудников отдела «Большая победа с наркоторговлей». Лед для новогодних городков начали вырезать на Тагильском пруду. Ледяные кубики пойдут на создание скульптуры и декоративных ограждений. Толщина льда сейчас как раз соответствует размерам заготовок, говорят специалисты. На сегодняшний день толщина льда у нас получается около 30 сантиметров. И чистого льда получается где-то 26 сантиметров. Сегодня лед режут для новогодних городков Дзержинского района и Дворца культуры юбилейный. Для главной елки города ледяные заготовки вырезать будут позже. Юные тагильчаны пишут письма Деду Морозу. До Нового года остается 24 дня. Наступила та самая пора, когда стоит позаботиться о подарках и сюрпризах. Что просят дети у Деда Мороза, узнала Наталья Филимонова. Самые заветные желания дошколят из детского сада 162 пишут Деду Морозу. Просьбы у ребят самые разные. Вероника – большая поклонница новомодных кукол серии «Винкс». Хотя дома в коллекции такие уже имеются, девочке понравилась очередная красавица. У нее желтые волосы, крылья. Я очень люблю «Винкс». И я всегда играю. А вот мальчишкам до заграничных красавиц дела нет. У Деда Мороза они просят подарки посерьезнее. Это гитара такая, мини-гитара, ну вот такую, как у меня была, только она уже сломалась. Я хочу набор черепашек-ниндзя. Все желания, уверены мальчишки и девчонки, Дед Мороз обязательно прочитает и в самую сказочную ночь в году оставит подарки под елкой. Чтобы детские мечты сбывались, сотрудники почты уже готовы принять письма малышей. Не секрет, что каждый ребенок мечтает получить письмо от Деда Мороза и особенно подарок. И поэтому Почта России предоставляет такую возможность. Сейчас мамы и папы, бабушки и дедушки уже спешат на почту, чтобы отправить письма Деду Морозу. У меня есть внучка, зовут ее Маришенька. Вот она бабушке нарисовала подарочек и велела, чтобы бабушка заказала ей подарочек через почту от Деда Мороза. Новый год не за горами, говорят сотрудники почты. Пора готовить подарки. До окончания 2011 года осталось 24 дня. Наталья Филимонова, Дмитрий Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагилтв. За последние два года индекс счастья в России снизился. Но все же большинство россиян по-прежнему считают себя счастливыми людьми. Таковы результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Социологи провели опрос и выяснили, что счастливыми себя ощущают 66% россиян. Среди них молодежь до 25 лет, образованные и обеспеченные россияне, а также пользователи сети интернет. Менее счастливыми за последний год стали чувствовать себя люди пенсионного возраста 25%. Такова была информационная картина среды. Если вы стали очевидцем уникального события и успели снять происходящее на видеокамеру, присылайте нам и получайте призы. Автор самой позитивной новости станет обладателем подарка от нашего спонсора компании Экомат. Делайте новости вместе с нами. Наш телефон 419551. Адрес сайта www.tagildefistv.ru. Раздел сообщи новость. Моя часть выпуска на этом завершена. С новостями из мира спорта вас познакомит Александр Сальников. Всего доброго.